Всем еще раз добрый день, я Залтана Жукова, я ведущая модельно-разработчик компании Вистех. И после таких сложных глубинных докладов про работу с контролем для заводов, у меня тут достаточно сложная фанганская сессия, как использовать кодогенерацию для создания UI. Итак, немножечко про мои регалии. Пока есть время, я коротко расскажу о себе. Я работаю в компании Вистех, являюсь лучшим модельным разработчиком. В основном я, кроме того, что пишу код нативно iOS и Android, я еще также являюсь фановым кодли-мультипаттером-разработчиком и долгое время писала на Замарине. Также я являюсь ментором для своих коллег, пишу статьи, выступаю на метапах, преподаю лотус на курсах iOS, наверное, поэтому я вчера явила трек iOS, и также являюсь экспертом в Skillbox. Ну, это все коротко о моей регалии, просто еще у меня есть канал по посвященному мобильной разработке в Телекарме, ссылочка будет в конце. Итак, о чем мы с вами сегодня поговорим? Для начала мы поговорим в целом, что такое коллег-симул процессинг, и почему вот если сравнивать его с картом, это является более современным подходом. Также мы поговорим, как написать свой собственный процессор на КСП, и как с его помощью можно решить вот такую вот интересную фановую задачу. Сразу оговорюсь, это не наш продакшн, но это типа моего быта, и как бы в целом такая фановская вещь, как из бьюшки сгенерировать композов, и таким образом упростить себе написание UI. Итак, давайте начнем. Наш предмет упирается в такую вещь, как аннотации, и задачи решения метапрограммирования. Что это такое? Это когда мы делаем специальную токуметочку, которая показывает нашему компилятору, что вот здесь нужно остановиться, или здесь какую-то информацию, точку кода, какой-нибудь там декларации, и затем уже ее использовать для какого-нибудь там анализа, или для каких-то других своих задачек. То есть в целом, для чего это используется? Это не только анализ для каких-то задач, например, поиск ошибок и так далее, но это также можно использовать для того, чтобы по этим меткам сигнализировать, что тут можно остановиться, для нее какую-то информацию, и нагенерировать из нее новый код. И таким образом мы можем упрощать многое, там всякие абстракции, и также сокращать написание кода своим разработчикам. Ну, примеров таких уйма. И, кстати, вот наш поинт – это в процессе аннотации для сокращения кода, который мы пишем сами руками. Да, конечно, тут сразу возникает вопрос, а разве тот, кто не пишет в процессе аннотации, не пишет этот код? Ну, как говорится, кто-то сделал за нас, мы пользуемся и радуемся. Но в этот раз этот кто-то – это мы. Итак, есть такой поинт, что процессинг аннотации и использовать таким технологиям, как код для симпроцессинг – это хорошо, когда вам нужно генерировать полностью новый код. Но если вам необходимо изменять существующий код, то вам нужна совсем другая технология – это, не пугайтесь в сложности аппровиатуры, Ки-Си-Пи – это плагины компилятора кодин. Именно они вам и позволят написать и модифицировать уже в существующем коде. А для идеального результата полезно обе эти технологии совмещать. Итак, начнем, собственно, с код для симпроцессинга. Данная технология появилась пару лет назад и была заявлена к углу, как замена капту. Одним из ее поинтов было то, что ее можно использовать не только с Android, но с мультиплатформой, хотя первоначально она была GVM-only, и мультиплатформа – это говорило только то, что есть не только Android и GVM, чисто можно еще и с JS. Но с версии 1.5.3.1 код для симпроцессинг мы можем использовать также и с мультиплатформой, но наш поинт он Android-only в этот раз. Итак, текущая версия 1.9.10. В принципе, сейчас текущие изменения от версии Квеса, они довольно минорные, что нам гарантирует довольно стабильную работу. Итак, для чего данную технологию можно использовать? Собственно, это процесс инкаронтации, чем мы и займемся. Также можно использовать для написания декоративных плагинов компилятора, но мы сегодня это не рассматриваем. Если сравнить существовавший новый кап, который долгое время была, в принципе, основной тузой для процесса инкаронтации, все знают, все помнят кап, все помнят даггер, все помнят эту боль, как это долго поднимите руки, кто не любит, когда даггер очень много компилируется. Да, так вот, KSP как раз и призван для того, чтобы порешать многие из этих болей. Итак, почему же кап это так долго? А потому что он не работает с автрафтно-синтаксическим треом-кодом напрямую. Ему нужно сначала сгенерировать из этого кода Java-заглушки, потом эти Java-заглушки процессить, и уже этот процессивный код, в котором что-то уже сгенерировалось, скомпилировать со исходниками, и в итоге вы получаете ваш результат. То есть несколько лишних семантических стали. KSP работает по-другому. Вы напрямую идете, собственно, к автрафтно-синтаксическому древу, напрямую сразу все анализируете и генерируете код, а дальше все это вместе вы можете использовать с вашими исходниками. То есть мы получаем то, что здесь нет Java-заглушек, здесь нет этого лишнего кода, и здесь нет этого лишнего времени, который капт у нас пожирает. В итоге получается, хотя это звучит как такой олимпийский слоган, KSP это чище, быстрее. Еще он совместим с Java, если говорить про то, как его можно использовать. И, в принципе, если сравнивать по выигрышу времени компиляции, то это зависит от того, как вы ваш процессор спроектируете. В понимании JetBrains, они, например, приносят такие цифры, до 25% времени компиляции это выигрыш. Google тогда радостно сообщали, что KSP теперь основная технология. Да, это так. Они заявили цифры, что до двух раз быстрее. Ну, в зависимости от того, с чем они сравнивали и как. И да, с этого года KSP это рекомендованная технология до процесса аннотации, и всем рекомендовано на нее мигрировать. Как правильно мигрировать, смотрите вот здесь. Есть это гайд на сайте developer.android. Он рассказывает про то, как включить поддержку KSP в ваших проектах, включая совместимость с теми библиотеками, которые уже смигрировали с капли на KSP, и с теми, которые и не собираются. Да, есть те, которые и не собираются. Например, это датабайдинг. Если ваш проект до сих пор эту технологию использует, да, возможно, она для кого-то спорная, мне, например, она не сильно нравится, хотя я покажу что-то типа датабайдинга своими руками. Но в проекте на кибердатабайдинг я не использую. Если вы продолжаете использовать данную технологию, то оставайтесь на капте в модулях, где она у вас подключена. В других модулях рекомендовано использовать KSP. Итак, все больше и больше решений мигрировать у нас капты на KSP. Это и Рум, и Клайд, и Моши, и такой Диарько Коэн, и в том числе и Даггер. Да-да. Они как раз вот недавно представили КЧУ, в которой говорят о том, что вот все, сейчас они вот-вот уже окончательно перейдут на KSP, а следующим шагом будет переход на мультиплатформу. Но они, конечно, хитрые, потому что перед тем, как они попробовали KSP у себя, практически все уже научились это делать, то есть они просто берут готовое решение, а вот теперь у нас тоже есть. Итак, не будем сужать Джека Бортона, попробуем сами написать процесс RKSP, не для D.I. Итак, мы, в принципе, можем оптимизировать самые разные задачи, потому что в любом Android-приложении более плей-то довольно много, это и бизнес-логика, и все такое. Но наш садж относится к UI, и поэтому мы сегодня как раз возведемся такими задачками, как подключение, настройка тех же самых Vue, и попробуем сгенерировать из Vue, который в таксинелле обычный композер был, и сделать с этим тоже целый экран. То есть упростим себе дачу. Вот так. Для начала мы подготовим базовый процесс RKSP. Что нам для этого понадобится? Во-первых, нам потребуется подключить, конечно, всем нашим паклиотепам. Что-то у нас строгает, вот этот микрофон. И когда мы уже все подключили, про подключение будет чуть позже, мы должны сделать следующее. Во-первых, наш процессор, он приментирует интерфейс символ процессора. У него есть основной метод Resolve, в который поступает базовый элемент Resolve, и на выходе мы получаем список деклараций, который нам позволит получить всю информацию к русским вкладам, который мы хотим проанализировать. Далее, для того, чтобы наш процессор подключать нам потребуется специальный символ процессора Provider. Итак, делаем символ процессор свой и далее символ процессора Provider. И на символ процессора Provider нам потребуется вот так вот подключить как ресурсы к нашему проекту. Неважно, вы делаете Android-only или мультиплатформу, вам потребуется сделать вот такой вот файлик и прописать в нем все процессоры, с которыми вы будете работать. Вернее, даже процесс-провайдеры. Потому что процессор-провайдер вам будет создавать, собственно, ваш процессор. Итак, давайте посмотрим, как, собственно, процессор работает. У него есть основные три зубов. Да, это вот тут вот видно. Который как раз и позволяет напрямую получать просто специальные МК-декларации. Фильтровать их на типы. Из этих деклараций получать информацию о том, что это за фрагменты кода, какие там параметры, нейминг и так далее и тому подобное. Также, помимо того, что мы можем использовать резонтер, мы можем использовать такие вещи, как визиторы, которые позволяют нам обходить те или иные элементы и таким же образом получать информацию о декларации. Если вы работали с плагинами компиляторов кодли, там есть похожий нейминг. Только там паттерн визитора, он называется AER визитор. Ну, или там AER элемент трансформер, это то же самое. Итак, если мы идем через изитор, то мы таким образом можем попросту не идти, например, с какого-нибудь корня, а напрямую просто отфильтровать все элементы определенного типа и далее уже с ними производить те или иные действия. По сути, механизм получения данных через декларации, это могут быть декларации файлов, декларации функций, свойств и тому подобное, он аналогичен тому, как вы работаете с рефлексией, когда мы работаем с компилятором. Но это не рефлексия, мы решаем значимое программирование и получаем метаданные. Итак, а для того, чтобы нам не мучиться с тем, что мы нагенерируем, мы можем использовать специальный тутзу Kotlin Poet, который позволяет нам вот так архитектурно выстроить структуру нашего файла с новыми данными и ее вовсе записать. Итак, теперь перейдем к схеме нашего проекта, вот у нас есть андроид-приложение, есть отдельный модуль, куда мы подключаем кодлин символ процессор, и там как раз весь процессор происходит, мы его подключаем к андроид-приложению. Нашему процессору потребуются некоторые общие данные, и мы их выносим в специальный код, и в принципе этот кодный модуль мы подключаем к андроид-приложению и нашему процессору. Ну и так же можно еще дополнительно вынести андроид-приложению на отдельный модуль. Для того, чтобы, собственно, подключить кодлин символ процессор к нашему проекту, нам потребуется два поля. Во-первых, в модуль с нашим процессором мы подключаем процессор KPI, это вот такая предвижка, мы подключаем ее в секторе зависимости в нашем скрипте, это укрепляет KTS, и, собственно, когда мы решим, что нам нужно сгенерировать, так что нам потребуется кодлин поэт, и, собственно, при подключении нашего модуля нам потребуется, как указать плагин для работы с KSP, и также в секции зависимости прописать, собственно, наш модуль, но прописать его дважды. Первое, вы его указываете при подключении как implementation project к указаниям пути. Второе, вы его же передаете, но с указанием обработки через KSP. Если вы делаете не андроид, а мультиплатформу, то у вас получится вот эта вот секция подключения с KSP. Там будет название не KSP команды, а разное для каждого таргета, который вы будете использовать. Ну, там, в принципе, мигрировать с Android к KSP на не Android, в принципе, не особо сложно, главное соблюсти условия на именно андроиде. Итак, теперь мы переходим к стандартному плану капкана по работе с кладбитосимовым процессом. Итак, мы все расстроены. Теперь, какую бы задачу мы не решали, мы должны найти декларации с определенными аннотациями и получить из них всю информацию. То есть, далее, занимать это все в модели, зависимости, всякие там параметры, свойства. На основе всей этой красоты сгенерировать новые файлы, которые у нас компилируются с фониками, и вуаля, задача готова. Есть ограничения. Во-первых, мы не можем работать с существующими данными. Мы их можем анализировать, но в них ничего писать не можем. Что мы можем сделать? Мы можем сгенерировать только новые конструкции в новых файлах. Также у нас есть ограничения, что мы должны точно явно указывать тип, с которым мы работаем. И у нас есть, опять же, ограничения, что мы можем работать с кейклассами, с массивами кейклассов, со стрингами и с примитивами код и джава. Также, если вы хотите добавить функционал, существующий какой-то тип, то вам нужно сгенерировать расширение, собственно, но в новом уже файле. И, опять же, если у вас вы генерируете перенотацию какого-то интерфейса или абстрактного класса, то вы должны настроить у себя в DI как раз это соответствие типов. Переходим со структуру кейзу. Здесь будет несложно. Итак, нам потребуется аннотация, которая нам будет показывать, что мы хотим эту юшку перегенерировать в Composable. Мы взимы эту Composable. То вью мы разбирать не будем, там будет ссылочка, можно посмотреть кейс абсолютно аналогичный. Итак, каким образом мы из вью делаем Composable? Мы можем сделать Android вью, можем сделать Android вью-байдинг и inPlay. Начнем именно с Android вью. Итак, вот наш какой-то вьюшка. Мы ее помечаем Composable, и вот у нас есть какой-то set функция, которую мы хотим превратить в модифайл. Давайте это сделаем. И также нам при создании уже нового Composable надо будет, чтобы наш код, наши вьюшки попал в мод, в блок Factory. Предполагается, что у нас все set, которые относятся к нашему коду, попадают вот сюда на дивайле. И также нам потребуется установить, собственно, свойства в блоке Update, то есть применить все наши там сеттеры, которые у нас там были, к нашей уже существующей вьюшке, ее сконфигурируют. В принципе, несложно. Это стандартный механизм, например, просто кейс. Итак, что мы делаем? Мы ищем все вьюшки до Composable, далее мы, получается, все примитивные вот эти вот свойства сеттеры и переносим в конструктор. И далее мы также можем дополнительно еще добавить нюдобу, мы в этот момент не будем рассматривать, можем его дальше посмотреть самостоятельно. Ну и, собственно, мы генерируем наш код. Да, проще некуда. Итак, с чего мы, собственно, начнем? Вот у нас наш процессор. Можно его вот так посмотреть. А, да, тут тоже есть указка. Итак, вот он, наш процессор. Нам потребуется вот тут отфильтровать все Composable и также применить наш визитор для обхода наших вьюшек. То есть вот мы их отфильтровали, затем к каждой вьюшке мы применяем этот визитор для обхода и получаем всю эту информацию. Визитор у нас будет делать процессинг и генерацию. Довольно просто. Итак, как у нас идет фильтрация? Мы берем через резолвер, проходимся по всем инстансам, отбираем, что у нас помечены специальной нотацией и то, что у нас является, собственно, классом. Готово. Далее, что мы делаем? Собственно, вот он наш код визитора. Так, не так ровно. Так, вот у нас код визитора и вот здесь, в визит класс Declaration, мы, собственно, и делаем всю магию, в которой как раз будет сбор информации и сразу генерация. Итак, вот этот метод. И здесь у нас есть как раз, можно посмотреть, что у нас здесь есть и отбор данных. То есть класс выбираем, package нам нужно, название функции, потому что вот у нас был класс, и компонс был, мы знаем эту функцию. И далее нам необходимо вот замапить те сеттеры, которые нам нужно перевести в наш конструктор. Ну и в том числе, если мы какие-то там mutable свойства делаем, то также их нужно все вот сюда забавить. Ну и дополнительно у нас здесь будут какие-то кликеры, которые мы потом добавим. Это мы в следующем сайте будем. Ну и в конце все это генерировать. Итак, как мы будем отбирать те сеттеры, которые будем мапить? Во-первых, у них должны быть параметры. Они могут не начинаться на сет, но они не отбирают, и они возвращают нас юнит. Ну и разумеется, они у нас должны быть открытым свойством. Идем дальше. Итак, когда мы все это замапим, тут сразу видно, что в принципе такой получает не сильно это и не страшно, то нам необходимо будет использовать KotlinPoid для того, чтобы это все преобразовать. Да, это довольно мелко. Давайте разберем уже по деталям. Итак, вот он получается, наш сегмент кода. Итак, вот мы создаем функцию с названием ее Composable. Добавляем ей аннотацию. Далее мы добавляем вот эти вот замапленные все наши параметры. И вот здесь мы передаем уже наши все эти модифайеры. Ну и в конце получается, вот здесь у нас специальный, что это не блок. Это как раз вот код, который мы передаем, в котором мы должны применить вот все наши замапленные свойства к нашей юшке. То есть, по сути, у нас вот такой темплейт, где у нас тут factory, создание конкретного типа, передачи модифайера и, собственно, этого блока апдейта. В принципе, вот и все, что нам нужно. И если мы смотрим на вот этот блок, который мы вставляем апдейт, то мы видим, что мы как мы здесь применяем наши свойства. То есть, вот они наши замапленные функции, там всякие ключи, параметры. И все вместе это все так соединяется. Подробнее код можно будет посмотреть по QR-коду. Я понимаю, что здесь смотреть довольно сложно, поэтому все сюда и не вынесло. Итак, теперь добавим событие, потому что элемент должен быть кликабельный. И сделаем это следующим образом. Мы берем какой-нибудь такой же сеттер, помещаем его на клип модифайер. И нам потребуется запомнить вот эту вот функцию, потому что мы ее вызовем при нашем блоке апдейт, когда мы там будем сеттером назвать. Аналогичным образом мы, получается, создаем этот модифайер, добавляем его как хуже в наш список модифайеров. Это пойдет в эту конструкцию, наш инициализатор. И также нам потребуется эту функцию запомнить, чтобы ее вызвать и применить к нашей юшке. И вот оно, что у нас получилось. То есть, что мы смотрим? Вот он, наши свойства текста. Мы взяли из сет-текста. Вот мы его сюда вынесли. Далее, вот наше создание нашего юшки. И вот в блоке апдейт у нас получается объявлены плай. Мы вызываем с этого текста, применяем его к нашей юшке. И с отклик, то есть мы его, применяем вот здесь вот этот вот элемент, который мы вынесли вот сюда, вот кожа, мы вызываем. Таким образом, мы все зумоопередуем. Итак, вывод у нас не финальный. То есть, такой промежуточный. То есть, в принципе, что у нас получается? Мы должны писать процессор. В нем много шаблона. И код генерируется сам. Выглядит, конечно, первый раз сложным, но один раз напишешь, потом уже все. Идем дальше. Можно, кстати, на этой всей штуке наполнить целый экран, что мы и сделали. Итак, вот можно сразу посмотреть код проекта для тех, кто уже не может ждать, терпеть. Заодно можно будет его потом подпилить. Может, если у кого-то есть с собой новый, можно сразу запустить. Да-да, ждем-ждем. Он будет еще несколько раз. Итак, мы бы посмотрели, как сделать из южки композабл. А если это Q-холдер? То есть, мы берем какой-нибудь список стандартный и перевозим его в композабл. В этом случае Android U нам не подойдет, потому что нам, собственно, вот эти вот строчки нужно превратить как раз вот в эти композабл. И, в принципе, что мы здесь можем делать? Взять и сгенерировать из всех элементов композабл. Далее, мы можем взять и все контролы возьмите на композабл. Это не выглядит как простая задача, и это точно не выглядит как то, что сделать можно быстро и просто. То есть, как бы, в данном кейсе надо что-то другое. Мы попробуем подключить Q-холдеры через Android U-бинтинг. И делаем это следующим образом. Мы сделаем через layout binding и превратим его в композабл. Итак, как будет выглядеть наше решение? Представим вот такую ситуацию. Вот наш композабл функции. Можно сюда передать какую-то модель, как оно сделается. И вот здесь, в Android U-бинтинг, можно передавать ссылку в какой-то layout и его вот так вот вызывать инфлейт. То есть, что в этой ситуации нам нужно? Нам нужна моделька. Так, секунду. Зарейтесь. Нам нужна моделька, которую мы вот здесь вот в блоке setup применим. И, собственно, нам нужна ссылочка на layout. Итак, что мы для этого сделаем? Мы попробуем сделать это через датабайдинг. Ну, то есть, как по-другому нам еще установить данные. То есть, мы возьмем, сделаем две аннотации. Аннотация. У нас будет makeModule. Для того, чтобы замаркнуть, собственно, модель, мы будем помечать датакласс. И все его там поля мы будем помечать специальными аннотациями для текста, для картинки. Ну, возьмем пока такие простые кейзы. И в качестве параметров мы будем передавать сюда, собственно, айдишники. Да, это получается датабайдинг. И да, сюда в аннотацию можно передать параметры. И, собственно, вот уже mapview. Это вьюшка, которая у нас будет преобразовываться в композабл. Мы вот так будем передавать сюда layout. Вот их его как раз вот. Байдинг layout. И, собственно, ссылочку на вот эту модель. И все должно само собой подключиться. Начинаем? Вот они аннотации, которые нам потребуются. То есть в некоторых есть параметры. Например, у mapview есть ссылочка на модель, а у элементов, вернее, аннотации, которые мы служим для маппинга полей, у нас есть айдишники элементов. И вот примерно вот такая схема нашей модели. То есть у нас вот есть mapview data, там есть внутри нее идет mapmodel data и layoutpinding data. Итак, вот он наш процесс. Что нам здесь, получается, нужно сделать? Нам необходимо отобрать все аннотации, помеченные на view. Далее, для каждой модельки нам необходимо собрать информацию для элемента модели, затем уже ее замапить. И вот получить, получается, все данные по вот этой вот декларации модели. И делаться это у нас будет вот таким образом. Мы должны, получается, проникнуть в декларацию помеченной модели, отобрать все ее свойства по тому или иному типу, например, тексту или картинке, и в итоге все это финально замапит в специальные поля. И в том и другом кейсе, что мы делаем? Мы, получается, фильтруем наши все декларации по неймингу, отбираем те, которые у нас помечены определенные аннотации, и для них мы, что нам уже нужно? Для каждого из них, например, нам достаточно будет какого-то simple name, данные айдишника, свойства этой аннотации, и в зависимости от того, что это пола с аннотацией, мы сами для себя выбираем типовый текст или картинка. Да, и вот так вот финально это все уманим. Итак, также нам потребуется получить данные о параметре нашего лейаута. Каким образом? У нас есть, получается, декларация, помеченная нашей аннотацией на пи. У нее, уже у этого элемента декларации, ее конструкторе, есть свойства. Мы должны это свойство взять, определить, что оно помечено определенной аннотацией, бинт в ялу, и затем уже из него мы должны извлечь его тип, потому что вот этот вот байдинг, это и есть тип. Ну, и также мы должны дополнительно положить информацию про пакетч-нейм, чтобы у нас не было байдинг. И в итоге, финально, вот это все мы замапливаем. У нас вот есть данные нашей модели полученные, данные нашего лейаута, и вот мы вкладываем сюда нейм нашей модели, пакетч-нейм, чтобы это использовать для импорта. Модель, лейаут, дата, сеть импорта и модельные даты. И далее. Как мы будем внутри мапить? По сути, мы будем делать банальный пайдинг по ID. То есть мы должны просто взять темплей и подстраивать в нужные люки нужные элементы. То есть это будет, собственно, ID-шник, который мы получаем по определенному пути, и его свойства то или иное будет у нас равно тому значению, которое мы сгенерируем в зависимости от типа пазы. Этот момент я сейчас на слайде пропускаю, но его можно посмотреть в коде. То есть вот этот вот стейтмент, который присваивается, он у нас генерируется в зависимости от типа наших данных. И в итоге мы все эти стейтменты присваиваем. То есть тут видно на слайде, что это у нас получается в цикле. И в принципе, в принципе, это не ошибка на слайде. Это специально помечено, что этот момент мы могли бы решить через плагины компилятора. Но мы делаем пью код, если мы в процессе решения, хотя вот такие вот совсем-совсем интернал моменты можно решать и вот так. Хотя если смотреть по коду, когда вы берете и в свой код встраиваете, например, как работает плагин компилятора Android, это получается не сильно просто. То есть тут надо решать собей, стоит ли игра в свечу. Итак, вот что у нас в итоге сгенерировалось. Вот она наша бьюшечка, вернее функция, конечно, композабл. Мы передаем ей сюда модельку. Вот она наша Android Rebinding, наш layout binding, вызываемый Play. И теперь вот для find you by ID мы вот этот вот степень как раз делали в зависимости от типа и присваиваем те или иные значения. Красота! И теперь из этого мы с вами соберем, собственно, список. То есть на композе целая игра. Вот он наш сэмпл. Как раз это тот самый код. Он у нас доступен. Вернулись опять на слайд. Можно спотать. И можно будет его посмотреть и поговорить. Итак, что нам потребуется для того, чтобы превратить все то, что мы с вами собрали, в специальный список. Нам потребуются две аннотации. Это аннотация из screen, у которой есть свойства в модели и айтема, которые передаются. И вот таким образом мы будем получать какой-то класс. И у нас сюда оплата будет подставляться. Готовая в модель. Вот в модель мы не генерировали. И тот самый элемент, который у нас будет времен в списках. Итак, то есть мы все ищем лист-скрины. Для каждого из них мы собираем информацию по V-модели. Также для V-модели нам потребуется получить информацию о определенном свойстве, которое мы будем привязывать, как свойства с данными. Далее мы все это дело генерируем и маппим вместе. Причем считается, что вот элемент строки, который мы будем подставлять на шписок, мы сгенерировали и создали на предыдущем шаге. То есть как бы этот шаг мы уже пропускаем. Итак, что мы в итоге с вами делаем? Нам потребуется, кроме того, что используют готовую в модели, чтобы простить себе жизнь, можно еще дополнительно сделать вот такую вот нотацию в M-Result и получается пометить ей какое-нибудь свойство, которое мы будем собирать и подставлять его в качестве данных. То есть нам по этой M-Result потребуется получить в итоге название и тип данного результата, который мы будем подставлять. Также мы можем использовать какой-нибудь общий интерфейс и какой-нибудь общий метод для вызова-загрузки данных. Ну, это, конечно, пример. То есть можно это сделать как угодно. Итак, идем дальше. И, собственно, наша моделька. Что у нас здесь с вами есть? У нас здесь есть name ее, то есть название модели. Собственно, модель данных. Нажимаем модель. View – это вот этот список элемента. Properties name – это, собственно, название этого свойства, моем результата реченого. И return type – это, собственно, тип вот этого вот свойства. Ну и, конечно, импорта, чтобы все у нас не сломалось. Ну и название пакета. Потому что тоже, собственно, импорт тоже нужно делать. Итак, в принципе, что нам здесь потребуется? Ну, прорнется, наверное, лучше. Итак, вот получается наш процессор. Здесь мы, по сути, готовы уже все сгенерировать. Вот это мы сгенерировали нашу юшку. То есть после этого у нас есть элемент, и мы можем идти дальше. Следующий шаг. То есть это, в принципе, можно как бы совмещать эти процессоры и упрощать себя тем самым в жизни, либо сделать какую-нибудь красивую архитектуру, и все это дело сделать аккуратно. Мы должны отобрать все списки с помощью нашего резолвера, замапить их информацию, и уже, получается, их сгенерировать. Итак, что нам потребуется? Вот у нас есть наша ResScreen аннотация. Мы берем из аннотаций два параметра, и для каждого из этих параметров мы должны собрать информацию и в итоге замапить общую модель. Причем, обратите внимание, когда мы берем модель, мы из нее, помимо того, что берем разные свойства и ее наполнения, мы должны еще взять название этого свойства, которое будем подставлять, собственно, в наш темплейт, чтобы у нас корректно произошла загрузка данных, и опять же, это свойство правильно вызвать. То есть вот у нас помечены, как... Сейчас, секунду. Вот какая-то декларация, и вот этот вот плотфон-вену VM-проперти мы и берем. И, собственно, вот такой простой темплейт. Здесь видно, что это обычный там полузово внутри, которого у нас просто списочек. И вот в этом вот списочке мы подставляем вот эти все элементы. То есть вот у нас их название, подставляем модельку сюда привязываем. В логичных эффектах мы вызываем тут метод, который ждем. В принципе, название метода тоже можно получать через какую-нибудь иннотацию. То есть это можно, в принципе, допилить, и будет красиво совсем. Вот это свойство, которое мы сюда вот притягиваем, привязываем. И мы строим лейзи колбан, где у нас есть там и прейзинги, и айтемы. В принципе, вот это тоже можно как-нибудь через какие-то параметры передавать. Но вот сейчас мы сделали по-простому. То есть просто вызвать какой-то элемент, и в него подставить айтем, который мы получаем из нашей модели. Вот это в сгенерированном виде. Абсолютно все сгенерировано, специально ставим, чтобы видно было. То есть как бы рука программистов сюда, разработчика Android не прикасалась, только для собственного процессора. Но вот это вот все как бы сгенерировано и работает. Да, вот оно и работает. Настаем телефон, сканируем QR-код с нашим кодом и смотрим уже как было предложение. Ну и, собственно, все. Давайте сделаем основные выводы. Мы посмотрели сегодня довольно интересную штуку в этом. В общем, как говорится, для того, чтобы определить, какую технологию правильно использовать, просто взвести какие усилия будут оправданы для достижения той или иной задачи. В принципе, если мы говорим про кодный символ процессинг, то тут действительно есть принцип, что напиши один раз, используйся постоянно. Но для того, чтобы решение было действительно гибким, нам нужно его правильно продумать, потому что чем больше у вас хард-кода даже в темплейтах, тем менее гибкие решения являются. И, в принципе, в каких-то моментах проще совмещать все с кодным символ процессингом. Ну и опять же, когда вы делаете решение на KSP, то нужно смотреть архитектурно, бьет оно или не бьет с вами, потому что какие-то моменты надо сделать через расширение или что-то сделать через BI. И вот полезные источники. Ну и спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Все. Спасибо за доклад. Очень интересный. Пару лет назад я работал с кодогенерацией, и тогда еще KSP использовал. И тогда возникли трудности с чтением типов из вложенных в дженерик. То есть, у нас, возможно, лист внутри мало. Есть ли сейчас такие трудности или как-то это пересекается с мультиплатформой? Потому что, сколько мне известно, пару месяцев назад я пытался это делать. То есть, дженерик-типы при переводе кодлина на iOS, когда он генерируется, они тоже терялись в вложенные дженерик-типы. Да, это есть такая как раз проблема с дженериками. Она связана с тем, что, по сути, есть возможность их извлечь, но это делается через плагин компилятора. Но часто это все дело упрощает, потому что в противном случае там довольно глубоко нужно идти, и это сильно сказывается на перформансе. То есть, да, есть проблемы с дженериками, поэтому для ограничения типов рекомендуют использовать, собственно, просто ссылку на какой-то K класс. То есть, по сути, у вас ваш какой-то дженерик это просто какой-то тип. Вот вы получаете, собственно, этот класс и его передаете. То есть, оно приведено к этому типу. То, что оно не внутри потеряет какую-то информацию, это как бы реальная проблема. Поэтому лучше как бы сильно глубоко не идти. То есть, там примитивы, ссылки на K классы, строки и массивы обычных K классов. Хорошо. И еще один маленький вопрос. Где вы используете кодогенерацию у себя в реальном продукте? Вот в реальном продукте мне никто не даст использовать кодогенерацию, потому что, как бы, как это было я в начале, это, скажем так, пановая сессия. То есть, это личные мои изыскания. Но, как бы, я думаю, все мы, как долго говорим, будем использовать только в тагере, если мы говорим про мудрец-разработку, потому что все прекрасно понимают, что, как бы, любые вещи, которые там выходят в продакшен, их сначала нужно доказать, что они не стоящие, что они работоспособные, и только потом их пускать в мир. Так что, пока это сугубо личное изыскание. Понятно. Спасибо. Спасибо за доклад. По кодиному типластам есть такой подход, как эксперт-арт-тол. Можно ли сгенерировать арт-тол функцию и какие там подводные камни могут быть? Так. Ну, смотрите. Получается, мы генерируем собственные коды. Вы можете там написать все, что угодно. Но вот если мы говорим про использование киспи на уровне код для мультиплатформы, то возникает вопрос, что это вот код, который вы записываете в свои сорцы, вам же один будет еще подписать в него путь. Если он у вас прописывается сугубо как код для кома, то, конечно, вам тут там стоит учитывать эксперт. Если вы сугубо его укажете, что он у вас будет лежать в папке, которая у вас генерируется под Android Name, то да, только туда ему может быть. То есть нам надо будет немножко помараковать с типом для ресурсов. И причем, если говорить так, то для разных версий киспи, кстати, хороший вопрос, там была реальная проблема, что путь к ресурсам он мог, в каких-то местах нужно было его явно прописывать для всех таргетов. В каких-то случаях, в каких-то версиях одно перезаписывало другое. То есть тут надо посмотреть, в какой версии идет сработа и можно ли это сделать. Но в принципе настроить, чтобы разные таргеты кома-модуля под лодку мультиплэтам искали в разных папках, это реально. Хорошо, спасибо. Похоже, вопросов больше нет. Спасибо. Спасибо.